В бассейне Альбатрос стартовали областные соревнования, посвященные Дню России. Турнир подводит итоги первой части нынешнего сезона. В рамках церемонии открытия заместитель министра спорта региона Иван Колесник отметил преемственность победных традиций в омском плавании. Вручил благодарственное письмо губернатора и удостоверение заслуженного мастера спорта России Александра Макарова, его маме и Елене Валерьевне. Дукратный чемпион мира должен был выступать на Паралимпиаде в Токио, но трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Очень трогательный момент. На самом деле впервые в моей жизни я награждал при таких обстоятельствах, поэтому тронуло за душу. Особенно приятно, что достижения Александра Макарова были высоко отмечены губернатором Омской области. Наверное, вклад родителей в становление ребенка, в становление спортсмена, его сложно переоценить. И теперь всю жизнь для мамы будет это символом, памятью о ее сыне и о высоких результатах спортивных ее сынов. Также были вручены удостоверения и знаки мастер спорта России спортсменам Владиславу Резниченко, Марку Урванцеву и Владиславу Смелому. У нас действительно есть хорошая школа, у нас есть хорошая история с 90-х, 2000-х годов плавания. И сегодня мы стоим на пороге Олимпийских игр, где воспитанник Омской школы плавания будет принимать участие, Мартин Малютин, и он может вписать новую страницу как раз в эту книгу плавания Омской области. В первый день спортсмены показали несколько перспективных результатов. Заблыв на 100 метров вольным стилем, выиграли Ярослав Дет и Софья Романовская. На этой же дистанции брасом отличились Марк Урванцев и Елизавета Сидоренко. 50 метров бутерфляем быстрее всех преодолели Максим Степанов и Арина Арестова. Продолжение следует...